Здравствуйте, это парламентский дневник. Я Елена Крылова. Итак, пожалуй, главную математическую задачу года решают депутаты Хакасии на этой неделе. Они планируют бюджет республики 2014. Предварительный проект уже есть, и мы сравнили его с прошлогодним. Плюсов больше. Первое. Отличаются общие суммы и значительно сокращается дефицит. Если в этом году доходов у нас было почти 16,5 млрд. рублей, в следующем на 1,5 млрд. больше. Без малого 18. В статье расходов в 2013-м 19,5 млрд. рублей, а в будущем году больше 20 млрд. В итоге дефицит меньше почти на миллиард рублей. Больше внимания надо уделить социальной сфере. Уверены депутаты. От общей суммы сюда они готовы отдать 74% против 65,5 в прошлом году. Учитывая то, что общая сумма на следующий год больше, в рублях это выглядит так. Почти 13 млрд. в этом году и почти 15 в следующем. В два раза больше денег выделяют на социальную поддержку 3,3 млрд. против 1,7 млрд. в текущем году. Из профильных сфер богаче других станет образование. Оно останется в плюсе на 2 млрд. рублей. Меньше изменений в медицине, культуре, сельском и дорожном хозяйствах. Для дорожников денег в проекте бюджета предусмотрено меньше, потому как финансироваться эта отрасль будет из дорожных фондов, которые сейчас создаются. А в сельском хозяйстве единственное отличие от этого года – в 2014-м меньше получат товаропроизводители в качестве поддержки. В целом финансирование агросектора остается прежним. В настоящее время идет работа наших профильных комитетов с соответствующими министерствами и ведомствами. Практически идет подготовка и формируется проект рекомендаций публичных слушаний. Безусловно, окончательно эти рекомендации публичных слушаний состоятся тогда, после того, как выступят все, кто желает выступить. Эти рекомендации практически лягут в основу поправок, которыми постараются депутаты Верховного Совета уточнить, деталировать какие-то подходы и основные главные проблемы, которые будут реализованы бюджетом 2014 года. Слушания состоятся 20 ноября в Большом зале Верховного Совета. На этой неделе общественная приемная депутата Верховного Совета Хакасии открылась в Белом Яре. На вопросы отвечал депутат от Алтайского района Михаил Саражаков. За консультацией по разным поводам обратились несколько человек. Теперь встретиться с народным избранником жители Белого Яра смогут каждый первый вторник месяца. Кроме того, в Белом Яре Михаил Саражаков открыл выставку, приуроченную к 20-летию Конституции Российской Федерации. Напомню, основной закон вступил в силу 12 декабря 1993 года. Вы знаете, те смутные времена, когда в Кавказской республике, Пашкавстан, Катавстан, была тенденция такая, чтобы разделить всю Российскую Федерацию. Когда принимали Конституцию, Борис Николаевич Ельцин сказал, берите себе самостоятельности столько, сколько вы ее сможете проглотить. И в итоге у нас в Конституции было записано, что 86 субъектов Российской Федерации. На выставке можно узнать непосредственно о Конституции России от 1993 года, ее отличиях от предшествующего документа 1936 года, а также о структуре законотворческого органа республики. Главная политическая дата в истории Советского Союза выпала на эту неделю. 25 октября 1917 года произошла Октябрьская революция. По новому стилю праздник приходится на 7 ноября. Пожалуй, ни один из российских праздников столько раз не подвергался пересмотру изменениям. 73 года 7 ноября был днем Великой Октябрьской социалистической революции. В 95-м его переименовали в День освобождения Москвы силами народного ополчения. Год спустя эта дата обозначена как День согласия и примирения. Из 2004 года, 7 ноября, День воинской славы России. Вот уже 8 лет, как Красный день календаря стал черно-белым, в этом году в Абакане 7 ноября никаких торжеств не было. Но этот день все равно помнят. 7 ноября всегда был позитив. Люди радовались, улыбались, шутили очень много, пели. После демонстрации мы собирались с друзьями, отмечали. Очень шикарно. Хоть, в общем-то, демонстрации многие считали явлением каким-то принудителем, но вот состояние душевное было какое-то торжественное. Это был праздник. Обычно гости приходили или в гости ходили. Все радовались. Кстати, в бывших союзных республиках 7 ноября по-прежнему отмечают. В Белоруссии и Кыргызстане это государственные праздники. Такой была эта парламентская неделя в Хакасии. Смотрите новости Верховного Совета в Твиттере, официальный аккаунт на экране. Это был парламентский дневник. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин